Двигатель мировой экономики Китай рассказал о своих на 2015 год на Всекитайском собрании народных представителей. Запланированный темп экономического роста в 7%, самый низкий за последние 24 года. Среди других целей КНР – усиление международной значимости страны, увеличение объема внешней торговли и дальновидная финансовая политика. Ченган из Национального университета Сингапура считает, что китайский юань в скором времени станет мировой валютой. «Китай уже стал второй экономикой мира. С учётом дальнейшего роста экспорта и экономики в целом, Китай, безусловно, будет играть большую роль в международной торговле и экономической активности. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе юань может стать конкурентоспособной валютой, которая поставит под угрозу нынешний статус американского доллара и евро». Помимо всего прочего, в этом году Пекин увеличил оборонный бюджет страны на 10%. Китай уже обладает крупнейшей армией в мире и, по мнению доктора Ченгана, пытается составить конкуренцию сильнейшим мировым державам. «Расходы на оборону за последние несколько лет свидетельствуют о том, что Китай каждый год стабильно наращивает свой военный бюджет. Одна из причин состоит в том, что КНР стремится обладать мощными вооружёнными силами, сопоставимыми с ведущими мировыми державами. По сумме военных затрат Китай находится на втором месте в мире. Если военный бюджет Китая будет расти такими темпами, он превысит военный бюджет США». Субтитры создавал DimaTorzok